Церковные награды и благодарности получают те, кто принимал активное участие в строительстве. Однако всех, кто так или иначе приложил руку, не перечислить. Храм строили в буквальном смысле всем миром. Сегодня, конечно, значимый праздник. Это освящение этого прекрасного храма. Храма необычного, действительно, храма очень художественно оформленного и по своей архитектуре, и по росписи, и по внутреннему убранству. Он необычен. То есть, он такой стилизованный, в одном стиле выдержанный храм, как украшение. Украшение не только города, но и всей Новороссийской епархии. На входе собирают использованные батарейки, чтобы сдать на утилизацию. Здесь берут на вооружение все, что может сделать мир немного лучше. Она поразвивается. Строятся не только жилые комплексы, не только здравницы, отели, но и социальные объекты. Растут храмы, часовни. Это очень важно. Возрождается духовность. От имени главы муниципального образования города-курорт Анапа, Юрия Федоровича Полякова, от имени всех ханапчан, хочу поблагодарить владыку Феогноста за то постоянное внимание, которое он уделяет нашему городу, а также за его участие архипастерские визиты. Строительство здесь началось в 2005 году. Первое богослужение провели на Рождество 2014-го. За три года пол изрядно поистерся. Это значит, что храм не пустует. Анна Кожухова, экономист, мать пятерых детей, прихожанка храма с первого дня. Это родной наш храм, родной приход. И знаете, такое ощущение, как будто ему не три года, а ему гораздо больше. На моленных местах, да, тоже чувствуешь себя так. Например, в Троице-Сергевской лавре я очень люблю туда приезжать и бывать, но у меня тоже есть такое ощущение. Во дворе сам преподобный Серафим Саровский с книгой. На просьбы и доброе слово здесь возлагают надежд больше, чем на строгие уставы. Фактически одна из приходских традиций, которые сложились за три года и которые настоятель намерен развивать. Для меня это день, ну, счастливый день в моей жизни, веха моей жизни, определенная веха. Даже если меня Господь завтра призовет, то я считаю, что я что-то сделал в этой жизни для Бога, для церкви, для людей. При этом отец Александр вспоминает одну из фраз, услышанную от другого священника еще в детстве. В храме обязательно должно быть что-то недоделано. Это скорее означает то, что предела для совершенствования нет. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.